Динозавры Динозавры в России можно говорить смело и, как говорится, не таясь. Но давайте разберемся, в чем, собственно, проблема с динозаврами вообще и с нашими динозаврами конкретно. Ну, вот, еще раз, динозавры России, можете полюбоваться, по крайней мере, некоторыми из них. Очаровательно. Но прежде чем мы приступим, собственно, уже к динозаврам России, вот я все-таки чувствую, что меня плохо слышно. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Так вот, прежде чем мы приступим к динозаврам конкретно России, и мне бы хотелось бы рассказать вообще о том, кто такой динозавр. Вот, ну, присаживайтесь, расслабьтесь, приготовьтесь слушать очень приятную, простую детскую информацию. Итак, значит, динозавры, скажем так, для малышей, самая простая и тривиальная информация. Ну вот, видите, как просто и тривиально, сразу стало понятно. Так вот, ну, на самом деле, действительно, ничего сложного в этом нет. У нас в природе среди тетрапод есть разные представители с разными черепами. И главное отличие между данными, по крайней мере, черепами, это так называемые височные окна. Действительно, за глазницей у многих животных имеются дополнительные отверстия, которые называются височные окна. А у некоторых не имеются. Ну, например, вот там вот черепушка анапсидная первая, там височного окна нет. Такая сейчас имеется у черепах, ну и у некоторых древних животных тоже она была. Хотя, в общем-то, у черепах там все еще сложнее, у них она вторично потеряла окно, но это уже детали. Так вот, есть... Нет, ну это решительное безобразие. Есть некоторые черепа с одним отверстием. Причем большая разница в том, где это отверстие расположено. Оно может располагаться над чешуей чистой заглазничной костью или под. В зависимости от этого по-разному устроен череп, и он характерен для разных животных. Ну, соответственно, вот такая черепушка характерна для млекопитающих, в том числе для нас с вами, ну вот, и для зверообразных рептилий. Ну, а такая черепушка была характерна для некоторых древних морских ящеров. Ну и, наконец, есть черепа, у которых два окна за глазницей. Так называемые диапсидные черепа. И они характерны для многих рептилий, в том числе ящериц, змей и ижесними, а также динозавров и птичек, которые, по всей видимости, произошли от динозавров. Вот. Ну вот. Итак, продолжаем. Ну, значит, выяснили, какой у динозавров череп. Соответственно, у них он диапсидный, с двумя отверстиями. Дальше. Что еще характерно для динозавров? О, красота. Почти что удалось обвести. У динозавров имеется весьма характерное положение конечностей. Итак, у динозавров весьма необычное положение конечностей. Вот вы видите разное положение конечностей. У некоторых конечности расположены по бокам, у некоторых они расположены под туловищем. Ну и вот, соответственно, у динозавров, как вы понимаете, птичий вариант. Ну, собственно, у нас с вами тоже похожий. И, наконец, еще один такой более-менее простой факт. Это то, что у динозавров были специфические кожные покровы. Вот вам разные покровы показаны. Там чешуя, голая кожа, роговая чешуя и так далее. Ну, думаю, что ни для кого из здесь присутствующих не секрет, что для динозавров была характерна либо роговая чешуя, либо перья. Ну, насчет роговой чешуи уже давно догадались, так как динозавры немного на ящери тут смахивают. Ну, насчет перьев сравнительно недавно догадались, но тоже сейчас это уже широко известный факт. Чуть-чуть более сложные факторы, так скажем, уже для старшеклассников или, может быть, там, не знаю, ну, для студентов младших курсов. Значит, возвращаемся к черепу. Помимо того, что имеется отверстие за глазом, еще имеется в черепе динозавров множество других дырочек. Видите, он вообще такой дырявый, как швейцарский сыр. Что не так? Зачем этим динозаврам вообще столько отверстий? У нас в передней части и в нижней челюсти у них там тоже небольшое отверстие сзади. Ну, по всей видимости, отчасти это нужно было для того, чтобы облегчить конструкцию. Как вы знаете, многие динозавры были достаточно крупненькими, такими животинами. И им, конечно же, потребовалась легкая черепушка. Иначе бы какой-нибудь там тот же тернозавр с мощным цельным черепом просто голову свою бы не поднял бы от земли, и было бы все очень печально. Кроме того, в этих отверстиях располагались многие мышцы, которые, соответственно, отвечали за смыкание челюсти, за размыкание челюсти и так далее, усиливали их. Дальше. Ну, вот они, еще некоторые отверстия дополнительные. Следующий фактор – это особое устройство таза. Причем, тоже, я думаю, ни для кого не секрет, что таз бывает двух разных типов у динозавров. Либо ящера тазовый, либо птица тазовый. Первый, что логично предположить, такой же, как у ящерицы, а второй такой же, как у птицы. Главное тут расположение, соответственно, лобковой и седальщиной костей. Причем, что характерно, сами птицы, по всей видимости, произошли от ящера тазовых динозавров. Что не очень логично, но эволюция логике не поддается подчас. И, наконец, еще один такой фактор, о котором я быстренько расскажу, это особое строение их конечностей. А точнее говоря, вот уже, скажем так, самого дистального фрагмента конечностей. Значит, у крокодильчиков кости, которые называются, соответственно, пяточные и таранные, расположены чуть-чуть, можно сказать, по бокам, и они способны совершать довольно разнообразные движения. У динозавров они сместились рядышком, повыше, стали более неподвижными, но в результате динозавров конечностей стала менее подвижной стороны в сторону, но зато она стала более устойчива, что для двуногих динозавров довольно-таки неплохо. Дальше время существования. Ну, думаю, тоже ни для кого не секрет, что это так называемая мезозойская эра, ну, где-то от 250 миллионов лет до 66 миллионов лет. Итого динозавры протянули почти 200 миллионов лет, чуть-чуть до юбилея не дошли, что тоже, в общем-то, неплохо. А если взять тот факт, что многие считают, можно сказать, практически все даже сейчас ученые считают, что динозавры такие живут до сих пор среди нас в виде птиц, то получается, что динозавры сейчас весьма преуспевающая группа. И, в общем-то, гораздо круче получается, чем какие-то там млекопитающие. Ну, и местонахождение. Чтобы вы понимали, что динозавры вообще группа разнообразная, их можно много где найти. И, в общем-то, по большому счету, действительно на всех континентах. Везде, где только могли они жить, везде жили. Ну, и на этой карте уже видно, что также они жили на территории России. Но это было известно, как я уже сказал вначале, далеко не всегда. Ну, вот был такой замечательный палеонтолог. Думаю, многие тоже с ним знакомы. Отниэль Чарльз Марш. Хороший был товарищ, много кого описал. Может быть, слышали про Трицератопса или Трицератопса, но черт его знает. Так вот, его тоже описали. Так вот, этот самый Отниэль Чарльз Марш, это один из первых таких передовых палеонтологов, который описал множество динозавров. Работал он в конце 19-го, в начале 20-го века. И вот в начале 20-го века он посетил Россию, посмотрел. И, вернувшись, сделал следующее высказывание. Что российские динозавры, так же, как и змеи Ирландии, примечательны только тем, что их нет. Вот такая вот печалька. Но действительно, этот факт довольно-таки огорчал великого ученого. Но он был уверен, что все-таки динозавры потом найдутся. И оказался прав. Ну, давайте теперь уже, собственно, разберемся. Почему же, собственно, так долго нельзя было обнаружить динозавров на территории нашей страны? Вопрос действительно непростой, потому что страна у нас, как известно, немаленькая. И как бы логично было бы, чтобы динозавры здесь были. Вот чем там Китай или там Соединенные Штаты лучше, чем Россия? У нас тоже динозавры наверняка были не луком шиты. Но вот что-то не находились они. Ну, и вот первый такой печальный фактор, это то, что во времена динозавров, то бишь мезозойскую эру, подавляющую часть, огромная территория нашей страны была покрыта морем. А если быть точнее, то примерно треть страны. В морях жили свои ящеры, всевозможные морские ящеры. Их находили уже давненько у нас. Но это особая история. А вот динозавров, соответственно, в морях не было. Ну ладно, остается еще две трети территории. Нормально? Тоже есть где жить. Тут второй фактор вступает в силу. А проблема в том, что динозаврам надо не только жить где-то, надо им еще сохраниться. А вот для сохранения нужны какие-то особые уникальные условия. Например, динозавры могли бы упасть, скажем, в речку, там, не знаю, завалиться какой-нибудь в море, и там на дне быть захоронены. Если какой-нибудь незадачливый динозавр будет похоронен посреди леса, то, собственно говоря, он даже захорониться-то не успеет, его кто-нибудь сожрет. А если его кто-нибудь не сожрет, то его бактерии подвергнут разложению. Если этого не случится, то там климат его разрушит, там, в песок все, включая кости. То есть вряд ли посреди леса что-либо сохранится. На самом деле про лесную фауну мы вообще очень мало чего знаем. Самый идеальный случай – это если какой-нибудь динозавр утонет в болоте. Ну, динозавру неприятно, а ученым классно. Вот тогда-то он сохранится, и можно будет его изучить. Ну, хорошо. Значит, на всей территории мира, понимаете ли, болот было достаточно, а вот Россию болото обошли стороной. Так что ли? Нет, были у нас болота. Но тут вступает всего третий фактор. У нас есть леса. Казалось бы, леса-то чем людям не угодили. Но вот эти вот палеонтологи, они такие привереды, вот в лесах что-то копаться не хотят. Понимаете, вот хорошее дело, когда кости динозавров под ногами валяются. Вот вспомните эти картины типичных там этих палеонтологов американских, там посреди бескрайних таких бедлендов, бедных-бедных просторов, где вот там ходишь и буквально кости под ногами собираешь. Ну, это часто именно так и делается. А у нас вот, блин, проблемка, леса кругом. Тут надо сначала деревья все выкорчевать, потом там, понимаете ли, все почвенные слои снять, потом там прокопаться под какую-нибудь ледниковую марену, и вот тогда, может быть, до какого-нибудь коренного слоя докопаешься. Ну, конечно же, никто этого делать не будет, и деньги на это выделять не будут, поэтому ищем мы сейчас динозавров только на берегах рек. Ну, вот там-то их все-таки найти действительно можно, там иногда коренные слои подмываются. Ну и, наконец, последний печальный фактор – это нехватка кадров. Действительно, очень долгое время на территории России не было ни одного специалиста по динозаврам, но и сейчас их не так уж много, но они есть, и пусть Россия знает своих героев. Это не все герои, есть еще парочка, но на самом деле, вот как бы там, в первый десяточек количества палеонтологов, изучающих динозавров, пожалуй, что войдет. Ну, наиболее, пожалуй, знаковыми фигурами являются первые четыре специалиста. Вот они описали, наверное, максимальное количество динозаврам, можно им маленький динопамятник поставить. Ну, а теперь я предлагаю продолжить мой рассказ находкой самого первого динозавра. Поговорим о том, как же в начале столетия обнаружили самого первого динозавра. Случилось это в начале 1900-х годов. Обнаружен был динозавр, вон там на карте, вы видите, недалеко от города Благовещенска. Причем, как гласит легенда, нашли его казаки. Вот гуляли они по берегам реки Амур, и вот обнаружили какие-то странные кости. И, конечно же, пустили в ход, чего добру-то пропадать. И вот проезжал неподалеку наказной атаману сирийского казачьего войска Михаил Михайлович Монакин. И смотрит, казаки занимаются странным делом. Они, значит, ловят рыбу, но при этом используют очень странные грузила в виде таких, как будто бы огромных позвонков. Его это очень заинтересовало. Откуда они такие камни притащили? Он поинтересовался там, ребятам, чем тут занимаетесь. Они говорят, ну, ваша благородие, ничего такого, да тут этих камней по берегам полно валяется, вы сами посмотрите. Вдумчивый был человек, посмотрел, действительно обнаружил какие-то огромные окаменевшие кости. Слава богу, догадался, что эти кости что-то да значит. Велел их собрать, отправил в Благовещенский музей и, соответственно, сообщил в центр, ну, то есть Питер. Ну и вот, кроме того, вот такая вот заметочка вышла в ежегоднике «Геология и минералогия». Ну, заметочка вышла в центр, сообщили, но все это проигнорировали. И вот в 1914 году приезжает в Амурскую область экспедиция Африкана Николаевича Кристофовича. Вот он, собственно говоря, геологическую разведку проводил, искал полезные ископаемые, ну и в конце экспедиции решил зайти в музейчик, посмотреть, что тут интересного собирают. И вдруг перед его глазами, как опытного геолога, предстали кости динозавра. Он, конечно, в шоке, отправился там с ярко горящими глазами в Питер, говорит, ребят, там у вас динозавр под ногами валяется, вы тут что сидите? Ну и вот тут-то наконец-то спохватились, что-то зашевелились. Два года, в 16-м и 17-м году пособирали кости, потом уже было недосбор костей, там некоторые проблемки у нас в стране начались. Да, но как бы там ни было, все-таки чего-то собрали, причем тонны собрали материалы на самом-то деле. И поручили одному из самых ведущих на тот момент палеонтологов, который, конечно же, динозаврами ни разу в жизни не занимался, а Анатолию Николаевичу Рябинину собрать скелет первого российского динозавра. Задача поставлена, дело за малым, понять, как этот динозавр самый должен выглядеть. Он отправился в Европу, там посетил несколько музеев, посмотрел разных динозавров, понял, что нашли у нас кости так называемых утконосых динозавров, ну и решил наконец-то его соорудить. Но тут есть одна проблемка, вот костей не хватало. Они кроме того такие обломанные некоторые были, но это еще подклеить можно, но не всех хватало, например, череп отсутствовал, там некоторые косточки, конечностей, ну не беда, решили, ничего, мы гипсом добавим, все будет нормально. Собрали. Вот наконец-то в 1925 году Россия представила на обзор общественности своего манджурозавра. Вот какой красавец. Сейчас, если вы не признали, вот это вот, собственно говоря, его первооткрыватель стоит. Ну, Анатолий Николаевич, вы уже поняли. Так вот, ну хорошо, собрали, но с этим динозавром случилась одна маленькая проблемка, один конфуз. Когда приехали специалисты, посмотрели на него, они его в шутку прозвали гипсозавром. Но мало того, что там гипсовых костей было много, прямо скажем, так еще и другая проблемка выяснилась. Оказалось, что те кости, которые натурально, принадлежали не одному динозавру и даже не одному виду динозаврам, а нескольким разным родам. То есть, в общем, собрали такого монстра Франкенштейна. В итоге манджурозавра упразднили, больше его никто не воспринимает, хотя вот скелет вот до сих пор стоит, красуется, но вот уже никто его всерьез не воспринимает. Но, пардон, пардон, раз из нескольких там костей разных динозавров собрали, значит, динозавры-то у нас таки были. Осталось только найти что-то более-менее целое и посмотреть, как оно выглядело. Но дальше история продолжается в 1929 году, когда была снаряжена экспедиция в Среднюю Азию, и там стали разыскивать кости динозавров. Один из участников этой экспедиции, небезызвестный Иван Антонович Ефремов, который многим известен как фантаст, но, думаю, также многие знают, что, вообще-то говоря, он палеонтолог, а фантастика — это так, увлечение. Так вот, значит, Иван Антонович был одним из участников этой экспедиции и сообщил о том, что он видел просто огромное количество костей динозавров. Буквально кони, можно сказать, шли по костям динозавров, и ни одного динозавра не нашли. Ну вот что такое, блин? Ну вот как такое могло случиться? Ну вот здесь вот хороший красивый текст, вы, конечно, уже всё прочитали, поэтому я вам так вкратце резюмирую. Проблема в том, что кости были фрагментарные, вот в чём дело. В то время такие фрагментарные косточки никто изучать не умел, и поэтому их даже не собирали, оставили их там валяться, где они были. Такой дзина-щебень. Потом его изучили, его научились изучать, но когда приехали его уже собирать, оказалось, что там уж практически ничего не осталось. Эрозия всё уничтожила. Вот такая вот очередная печальная история. Следующий динозавр был найден в 1934 году. О, красавец, не позавр, но почти полный скелет. Утконосовый динозавр. Ну всё вроде бы, слава богу. Да вот беда. Динозавр стал японским. Ну вот тут-то что не так? Проблемка одна. Он был найден в южной части острова Сахалин. А в 1934 году это бывающая территория Японии. Вот. Так что японцы его нашли, когда строили больницу. Дальше изучили, описали, поставили скелет. Ну, собственно говоря, в Японии он так и стоит. С тех пор, как остров стал русским, ни одного динозавра на нём не нашли. Ну вот, скрываются динозавры явно. Что-то они замышляют, что-то знают про Россию. Ну, и, наконец, всё-таки удалось найти динозавра. Но случилось это уже гораздо позже. Ну, это не позавр опять. Если ещё не нарубовались им, вот он ещё один. Вот со всех сторон его посмотрели. А теперь поговорим, наконец-то, о первом нормальном русском динозавре. Найден он был в местечке под названием Шестакова. Это Кемеровская область. Ну вот в этом замечательном местонахождении обнаружили практически полный скелет динозавра, получившего название Пситокозавр. Вот он, красавец. Вот, собственно говоря, как его нашли. Вот потом собрали, что получилось. Его другое название — динозавр-попугай. Ну, действительно, у него там такой клюв, как у попугайчика. Вообще он довольно симпатичный. Такая животина. Ну, смотрите сами. Ну, красавчик, правда? Кстати, вот эти вот пёрышки в конце, которые там торчат, как игла дикообраза, это не совсем фантазия. У наших динозавров такого никогда не находили, но у китайских таких же, ну, или почти таких же, тот же род, другой вид. Находили. Поэтому, скорее всего, у наших тоже пёрышки были. Дальше поехали. Ну, в настоящее время в Шестаково уже много чего хорошего нашли. Вот, можете почитать. Там и млекопитающие, крокодильчики, черепашки, ну, вот, и несколько костей динозавров. Ну, вот, всё-таки самая фирменная такая фишка Шестакова — это, конечно же, скелеты Пситокозавров. А вот как могло выглядеть Шестакова, ну, где-нибудь 120 миллионов лет назад. Ну, я думаю, Кемеровскую область все признали уже. Как вы видите, вот тут гуляют наши очаровательные эти самые Пситокозавры, правда, немножечко в другой окраске, но это уж фантазия художника. Некоторые, вон, как свинки, там вот лежат, что-то в грязи копаются, что-нибудь вкусненькое, наверное, едят. Рядом тут крокодильчик длинноноги пробегает, черепаху поедает. Ну, в общем, красота, идиллия и всё такое. Ладно, значит, мы с вами ознакомились с небольшим участком, вот там, понимаете, с Благовещенском, там вот с Пситокозаврами. Но страна-то у нас большая, и динозавров у нас в стране тоже было много. Хотя большинство из них уже нашли значительно позже, уже в 90-е годы. Ну, и вот давайте о них тоже коротенечко, минут на 30 поговорим. Для начала предлагаю вам вернуться в юрский период. Так, ну, поехали, возвращаемся. И первое место, куда мы отправляемся, это пам-пам-пам-пам-пам. О, красота. Красноярский край, местечко под названием Шарыпово. Там действительно обнаружили классного юрского динозавра. Вот он, зовут, вот это динозавр, если вы не поняли, да? Так, спокойствие. Молодец, динозавр. Так вот, зовут его Келеск. Ну, или по-научному Келескус Аристотекус. А товарищ, который стоит рядом с ним, тоже не просто так сюда пришел заглянуть на огонек. Это Сергей Анатольевич Красноуцкий, очень хороший дядька, который, собственно говоря, этого динозавра нашел, и был одним из авторов, который его описал. Вообще, дядька на самом деле просто гениальный. Вообще, по образованию он инженер. Но при этом он заинтересовался тем, что происходит в его крае. Вот он слышал, что в соседнем, понимаете, или Кемеровской области обнаружили динозавра. Он говорит, ребят, ну а давайте мы здесь покопаемся, тоже динозавра найдем. У нас такие классные юрские глины. Ну, тут плечами пожали, говорят, ну мы тут, блин, 50 лет одного динозавра искали, ты хочешь у себя тут другого динозавра найти? Ну, хочешь, покопайся, иди. Пошел, покопался, откопал, и ни одного. Вот, теперь он является директором музея. Так что было бы желание, как говорится. Кстати, название этого динозавра, Келескус Аристотекус, имеет очень интересный перевод. Вот Келескус переводится с хакасского как ящерица, а Аристотекус переводится как благородный. То есть это получается благородная ящерица. Ну, это, конечно, не ящерица, это динозавр, это детали, но почему благородный? А благородство его связано. С происхождением. Дело в том, что Келеска является одним из самых древних родственников знаменитого тираннозавра Рекса. Вот. Всё. Надеюсь, все возгордились тем, что... Тут можно, конечно, развить там опять мысль о том, что Россия является родиной тираннозавра, но давайте не будем. Не сейчас, попозже. Теперь можете восхититься, собственно говоря, нашими палеонтологами. Ведь Келеска не нашли не целиком. А вот всё, что нашли, там вот видно беленькие косточки. Кусочек лапочки, пальчик нашли и фрагмент морды. Причём вы полюбуетесь им, он дырявый, как швейцарский сыр. И вот, посмотрев на эти несколько фрагментиков, восстановили облик этого динозавра. Вот только одна проблема. Вот непонятно, был ли у него гребешок. Всё-таки учёные, как говорится, не волшебники. Кое-что они испекать не могут. Посмотрели, как выглядят его родственники из Китая. Вроде как у них гребешок есть. Вот предположили, что у нашего тоже был. Но на самом деле, конечно же, объективных доказательств этого нет. Но зачем он был нужен, я даже рассказывать не буду. Понятное дело, что это, скорее всего, для того, чтобы девочкам понравиться. Зачем ещё парню такой гребень отращивать? Согласитесь. Кстати, обратили внимание, кто-то там сзади бродит-то, на заднем плане. Я думаю, вы знаете этих динозавров. В детских книжках наверняка встречали, может быть, в каком-нибудь научно-популярном фильме. Значит, это стегозавры, если кто забыл. Они здесь тоже нарисованы не случайно, не для красоты, а потому что стегозавров тоже в Шарыпово находили. И обратите внимание, всё тот же Сергей Анатольевич Красноуцкий. Это, кстати, один из самых полных скелетов, найденных на территории России. Он какой? Полюбуйтесь. Действительно, практически целого стегозаврика нашли. Классный такой. Единственное, опять две проблемы. У наших динозавров какая-то вечная проблема с черепами. Опять черепа не хватает. И вот тут ещё одна маленькая проблема. Пластинок практически не хватает. Вот один фрагмент одной пластинки нашли, и всё. А вот стегозавры как раз отличаются тем, что у них у всех какие-то фирменные пластинки. У кого вытянутые, у кого длинные, у кого сплошные шипы никаких пластинок. И вот то, что у него пластинок-то не хватает, очень затрудняет его реконструкцию. Но, как говорится, нам и такой стегозавр дорог. Кстати, он был небольшой такой, размером с коровку. Может быть, он, конечно, детёныш, это ещё изучают. Насколько я знаю, его научного описания всё ещё нет. Поехали дальше. Оп. А, правильно. Чего бы нам не съездить в республику Тыва. Там, в местечке под названием Колбак-Кры, в урочище, были обнаружены вот такие очаровательные, сразу всем понятные фрагменты костей динозавров. Ну, ни одного целого динозавра не нашли, я, может быть, не обратил бы внимания на это местонахождение, если бы не один замечательный фактор. То, что эти динозавры радиоактивны. Причём их ищут очень прикольным способом, с радиометром. То есть прямо вот ходят, только не с металлоискателем, с радиометром, и вот смотрят, где там кости динозавров лежат. Очень прикольный способ сбора. Вот так бы почаще бы происходило. Но, правда, их потом хранить не очень приятно. Это детали. Дальше. Поехали. Куда мы приехали-то? А, ну, прекрасно, Якутия. Якутия. Местонахождение под названием ТЭТ. Здесь найдены, опять же, фрагментарные находки динозавров юрского периода. Но некоторые из них выдают в этих остатках очень известного динозавра. Известного как Аллозавр. Может быть, слышали о таком. Вот считается, что это был один из самых крупных хищников своего времени. И вот возможно, что такой классный парень у нас тоже когда-то в России жил. Ладно, рубаха-парень, пошёл. Молодец. Следующий. Оп. Какая неожиданность. Узнаёте местечки? Это же Подмосковье, между прочим. Они хухры-мухры. У нас тут в Подмосковье, оказывается, динозавры бродили. Итак, карьер Пески. В карьере Пески удалось обнаружить несколько фрагментарных остатков динозавров. Действительно, они очень небольшие. Вот там всякие зубки, когти. Но это вообще было очень странно, потому что нам известно, что у нас в Подмосковье морские отложения. И как бы никто там динозавра не предполагал найти. Но оказалось, что в древних морских отложениях каменноугольного периода можно найти некоторые фрагменты всяких животных, растений с суши. По всей видимости, у нас здесь были небольшие острова посреди юрского периода. С этих островов текли подземные реки. И они кое-что там с поверхности забирали, всякие там листья, косточки и увасили под землю. И замывали их вот эти самые древние известнячки. И там они оставались. И вот, соответственно, таким образом нашли динозаврика. Вот как он выглядел предположительно. Ими имеет очень красивая Ричардо эстезия. Надеюсь, все восхитились. Ну и последний юрский динозавр, про которого я вам хотел рассказать. О, в Забайкалье найден местечке Красный Яр. Получил он название Кулиндодромей. Пожалуй, что из всех динозавров, которые были найдены на территории России, Кулиндодромей самый классный и самый известный в мире. Чем он такой классный и известный? Во-первых, был найден почти что полный скелет. Это, правда, реконструкция. Таким его не нашли. Но кости почти все на месте. И самое главное, отпечатки. Вот вы видите здесь, отпечатки кожного покрова. Причем покрытого перьями. Более того, у него был очень прикольный облик. Это тут мелкий динозавр. Имел голые лапки такие. Дальше он был весь такой, как будто бы шерстяной. А вот тут у него в основании ножек был нежный пух, как у цыпленка. Ну, красавчик. А он и, конечно же, голый хвостик, как у ящерицы. Такая вот очаровательная химера, которая жила на территории нашей страны. Ну, динозавр действительно получил широкую известность. И где известность, где популярность, там начинаются скандалы, сплетни и все такое. Куда уж без этого. Значит, вокруг этого динозавра разыгралась целая палеонтологическая драма. Дело в том, что одновременно работала две группы ученых. Одна состоящая исключительно из наших специалистов. Двух. Алифанова и Савельева. А вторая группа из международного коллектива исследователей. И возглавлял все это добро Паскаль Гадефруа. При этом наши специалисты более длительно и более тщательно изучали материал. В итоге так вот долго и тщательно изучали, что вторая группа из международных специалистов уже успела в это время написать статью и отправить ее в журнал. Ну и самое главное, что, конечно же, зарубежные журналы гораздо быстрее их публикуют. В результате где-то с разницей в месяц вышло две статьи, но все-таки команда международных исследователей была первая. Поэтому официально этот динозавр может считаться названным кулиндодромеем. Хотя наши до сих пор ругаются и говорят то, что неправда, это вообще кулиндоптерикс. И вообще там еще не один и два, на самом деле, еще и даурозавр. И это кости разных животных. Там все в одну кучу зарубежные коллеги свалили. Ну вот, возмущения некоторые можете почитать нашего Владимира Рудольфовича Алифанова. Да, кстати, отчество написано неправильно. Ну все, все почитали, все возмутились, поехали дальше. Что можно сказать про этого динозавра? Вообще у него довольно уникальное местонахождение с уникальным возрастом. Долго пытались понять, где, собственно говоря, он обитал, потому что местонахождение, в котором он найден, имеет довольно широкий возрастной интервал от, на самом деле, здесь провозочка что-то укоротилась у нас, а так она была от средней юры и до нижнего мела. То есть не очень понятно, когда он жил. Но по комплексу фауны, всяких динозавров удалось ограничить этот интервал самым концом юрского периода. То есть вот эти уже там появились динозавры типичные меловые, а также доживали последние юрские. Так что, получается, это был самый-самый конец юры, а таких местонахождений в мире вообще очень мало, что делает нашего динозавра особенно уникальным. И, кроме того, у него очень классные перья. По-моему, пора нам о них вспомнить. Ну, я уже говорил о том, что у динозавров бывают перья. Вот картинка, которая напоминает всем, как формируется перо. Вот, соответственно, формируется она вначале так же, как чешуя, небольшой там бугорок формируется, потом как бы чешуйка вырастает, потом она превращается в такую вот сумочку, покрытую чехликом пера, ну, а потом уже само перо прорезается. Это, значит, современный, постепенный процесс формирования пера. Вот, в процессе индивидуального развития. Дальше, что известно про древние перья? Нам известно, что перья появились довольно давно, возможно, даже еще в триасовом периоде. У динозавров они 100% были, также они известны как у птиц, что ни для кого не секрет. Но у динозавров они были гораздо разнообразнее, чем сейчас у птиц. Вот все возможные варианты перьев показаны, у птиц только некоторые из них сохранились. Только, собственно, пуха и вот маховые перья, кондурные перья. Дальше. У этого динозавра, про которого рассказывал, у кулиндодромея или кулиндоптерикса, называйте как хотите, была найдена не только перо, не только чешуя, но еще вот такая уникальная полищетинковая чешуя. И вот наши специалисты считают, что эта полищетинковая чешуя может рассказать ученым, как сформировалось перо в процессе эволюции. Вот, соответственно, две гипотезы, которые были выдвинуты китайскими исследователями совместно с американскими, а также нашими специалистами. Ну вот. Ну, как вы видите, очень сильно они отличаются. Ну вот наши конкретно, если говорить о нашей гипотезе, связанной с полищетинковыми чешуями, они считают, что постепенно эти чешуи разрастались, потом они сформировали цельные волокна, потом эти волокна закрутились и вот сформировали тот самый чехлик пера, который мы с вами видели. Ну ладно, поехали дальше. Итак, переходим в меловой период. И отправляемся. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Оп. Ну, в Благовещенск, пора бы уже вернуться и выяснить все-таки, из каких костей состоял тот самый несчастный гипсозавр. А некоторые из костей удалось интерпретировать в виде уже целых нормальных животных, потому что были найдены практически полные скелеты некоторых из этих динозавров. Вот один из них. Получил он название Амурозавр. Но это не связано с этим ангелочком, с крылышками, да, это понятное дело, что с рекой Амур. Название связано. Ну, действительно классный динозавр. У него опять почти все хватает, только опять часть черепа там выпала в осадок. А так классный целый динозавр, довольно крупненький, утконосый. Утконосый динозавр — это вообще особая группа. У них и гребни были самые разнообразные, возможно, они для красоты служили, возможно, как резонаторы, чтобы звуки усиливать. У них во рту было несколько тысяч зубов, которыми они батареями просто пережевывали все на свете. Вот, потом зубы у них постоянно менялись, лишние зубы они проглатывали, ну, чтобы... Да-да-да, росли, менялись, потом они их проглатывали, это, видимо, пищеварению помогало. В общем, хорошо жили, ребята. Ну, если кто-то хочет увидеть Амурозавра, конечно же, приходите к нам в музей, вас там ожидает один красавец Амурозавр. Поехали дальше. Еще один утконосый динозавр, которого удалось интерпретировать из местонахождения Благовещенск, получил название Керберозавр Монакина. Ну, собственно, генерал-лейтенант Монакин Михаил Михайлович про него и рассказывал. Ну, а Керберозавр или Церберозавр был найден в честь той самой трехглавой псинки, про которую все, наверное, из мифологии знают. Дальше. Еще одно местонахождение из Амурской области, рядышком с Благовещенском, было найдено, и это местонахождение носит название Кунгур. Значит, в Кунгурском местонахождении вообще интересно тоже своя история открытия. Его обнаружили во время строительства трассы. Причем обнаружил его геолог, который проезжал мимо места, подготовленного для трассы, и увидел в обочине трассы просто кучу торчащих костей. Вот если бы он этого не заметил, мы бы этого богатейшего местонахождения не знали. А теперь это, пожалуй, что самое богатое местонахождение вообще на всей территории России. И там тоже удалось найти несколько полных скелетов, в том числе вот такого красавца, получившего название Алора Титан. Опять же, утконосый динозавр. Ну, опять же, хороший классный парень. Вон, смотрите, какой красавец. И опять же, если вы хотите его посмотреть, приходите. Ну, не в Дарвиновский музей, но тут рядышком у нас парк академический есть, и там вот вы такого увидите. Дальше. Еще один динозавр. Собственно, получил название Кундурозавр. Ну, самый кундурский из всех. Опять же, утконосый, чуток поменьше, чем все остальные. Ну, а рядом, соответственно, его первооткрыватель Болотский Юрий Леонидович. Дальше поехали. Это чисто теоретически предполагался Крым. Его здесь, к сожалению, еще нету, потому что карта старенькая, тут еще в Россию включен не был. Но сейчас, как известно, это часть России, и поэтому про динозавра из Крыма тоже могу сказать. Опять же, утконосого динозавра одного описали. Рябина Гадрес. Вот, кстати говоря, недавно он отправлялся, собственно, к себе на родину, в Крым. Так он вообще в Питере хранится, если не ошибаюсь. Вот недавно он в Крым отправлялся, там была выставка. И там показывали вот эту очаровательную классную ногу. Дальше. Это прибежали длинношеи динозавры. Как видите, их на территории России нашли довольно много, хотя находки, скажем, прямо весьма фрагментарны. В основном это позвонки, но по позвонкам описали несколько родов, характерных только для территории нашей страны. В Амурской области это Архаравия. Дальше. В Шестаково нашли Сибиро-Титана. Вон, видите, у него даже таз нашли. Это же вообще красота. Вон какой позвонок у него. О, не только таз, еще и позвонок есть. Обалдеть. Так, дальше. В Бурятии нашли так называемого Тенгри-Завра. Назвали его в честь божества монголов Тенгри. О, все ужаснулись, поехали дальше. И вообще, открытие, вот самое, что у него есть последненькое, вот, по-моему, месяц назад статья вышла. Волга-Титан. Ну, соответственно, был найден на берегу реки Волги. Кстати, там его тоже никто не ожидал найти, потому что там тоже морские отложения. Но вот, видимо, этого беднягу как-то с берега смыло, и вот он где-то там посреди моря потонул на радость всем ученым. Вот. Как он, возможно, плыл куда-то далеко, но не доплыл. И, наконец, всех, наверное, уже на протяжении всей моей лекции волнует, куда делись тираннозавры. Были ли у нас тираннозавры на территории России? А то всяких там, понимаете, киресков показываешь. Сложно сказать, были ли у нас тираннозавры, но представители семейства тираннозавриды у нас были. Они тоже весьма фрагментарны, поэтому точный даже рот установить довольно сложно. Я предположу, что это скорее тираннозавр. Тираннозавры как-то к нам поближе в Монголии были. Ну вот, где они известны? Они известны, например, из Краснодарского края. А также они известны, ну все уже, наверное, догадались, по животным, которые гуляют вокруг. Откуда? Из Амурской области, из местонахождения Кундур. Прекрасно. Ну и заканчиваем мы наше путешествие среди динозавров в России вот очень снежной и печальной картинкой. Дело в том, что у нас найдены одни из самых северных динозавров. Вот. Динозавры в Бурятии. Очень-очень сильно... Слушайте, по-моему, это не Бурятия. Это неправильно написано. Вообще, это, по идее, у нас Дальний Восток должен быть. Значит, на Дальнем Востоке обнаружены динозавры за полярным кругом. Конечно же, во времена динозавров там было потеплее, чем сейчас, но судя по реконструкциям климата, получается, что там действительно температура в зимние месяцы опускалась ниже нуля. И что особенно любопытно, находили динозавров не только крупных, которые чисто теоретически могли мигрировать, но также очень мелких, таких как троадонтиды. Так вот, троадоны, они, вообще-то говоря, вряд ли куда-нибудь смогли бы мигрировать. Поэтому можно предположить, что либо они были теплоокровными и как-то выживали в суровых условиях, собственно говоря, при суровых условиях при температуре ниже нуля, либо они впадали в спячку, как и показано на этой картинке. Ну и последнее, что я вам скажу, это гербозавры. Где еще можно найти динозавров на территории России? Конечно же, на гербах. Действительно, это настоящие гербы отдельных районов нашей страны, на которых изображен динозавр. Вот, думаю, что все восхитились. Причем у каждого из этих динозавров довольно любопытная история. Ну вот скажем, самые нормальные, на мой взгляд, динозавры, это динозавр на гербе Чернышевского района Забайкальского края, а также динозавр на гербе Чебулинского района Кемеровской области. Нашли уникальных динозавров, пситокозавры и кулино-дромея, и поместили их на герб. Ну, справедливо. Прикольный герб Котловского района Архангельской области. Значит, динозавров там никогда не находили. Пусть вас этот герб не смущает. Как объясняют чиновники появление динозавра на гербе? Они говорят, что земли Котловского района скрывают себе множество тайн. Кроме того, там много, наверное, всяких полезных ископаемых, надо только получше покопать. И самое главное, они вспомнили, что здесь устраивали раскопки и обнаружили динозавра. Ну, вот проблема в том, что динозавр — это, вообще-то говоря, амфибия. И вот ни разу не динозавр, но уже разбираться не стали. Поместили динозавра, и все классно стало. Ну, и самый прикольный герб — это город Саки в Крыму. Значит, там тоже динозавров не находили, разумеется. Зато там есть озеро, и там есть санаторий. А в санатории, чтобы привлекать посетителей, решили поставить фигуру бронтозавра, бронзовую, огромную. И в результате, так как достопримечательностей не так уж чтобы много, все стали говорить, что город Саки — это город с бронтозавром. Ну, а потом решили, что раз и так все знают, что это город с бронтозавром, почему бы этого бронзового динозавра не поместить на герб? Ну, так и сделали. Почему бы нет? Ну, все. Спасибо. Да, поднимайте руки, чтобы видел, кому подходить. Ярослав, вот вы под конец своей лекции рассказали о самом северном динозавре, который жил это. Да, сделал такую ошибку. Так все-таки у динозавров была своя терморегуляция, получается? Все-таки они не были зависимы от температуры внешней среды? Вот как раз относительно этого в первую очередь идут споры и дебаты, и поэтому так тщательно изучают этих динозавров северных. Но на самом деле, можно сказать объективно, что если верна гипотеза, уже очень много доказательств, что она верна, относительно того, что птицы являются потомками динозавров, то логично было бы предположить, что когда-то, собственно говоря, предки птиц стали теплокровными. И по всей видимости, они стали теплокровными еще на уровне динозавров. И чем больше мы изучаем мелких всяких динозавров, тем лучше мы понимаем, что вообще они по всей видимости обладали двойным дыханием, как птицы, у них по всей видимости был достаточно быстрый метаболизм, кости росли особым образом и так далее. То есть они по всей видимости были истинно теплокровными. Что касается более крупных животин, у них по всей видимости все-таки настоящего, настоящей теплокровности не было, но была так называемая инерционная теплокровность. Значит, что это за зверь? Считается, что в течение дня динозавры очень активно двигались, мышцы у них большие, за счет мышечной активности температура тела повышалась. Вечерком температура воздуха была не то, чтобы сильно холодная, динозавры в животинке не то, чтобы маленькие, и они остыть благополучно не успевали. Поэтому с утра они тоже были еще тепленькими и могли снова разогреться и пойти дальше по своим делам. Ну и как раз, если эта гипотеза верна, то любое похолодание климата могло бы всю эту очаровательную картину нарушить. И как раз некоторые гипотезы вымирания динозавров настаивают на том, что было похолодание, что динозавры стали уже слишком остывать, уже прогреться толком за день не успевали, а если успевали, то за ночь они уже совсем охлаждались, и в итоге так их холодные тела и остались лежать где-то посреди бескрайних и суровых просторов Земли. Ну, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну, по крайней мере, вот все, что на данный момент известно, может быть, будут какие-то еще дополнительные сведения, все сейчас изучают. В первую очередь, строение костей может дать разгадку на эту загадку. Большое спасибо, очень было интересной лекцией, вы отлично рассказываете. Вопрос у меня не совсем про динозавров России, а, наверное, про динозавров Канады и вот этого пояса. Как там? Практически одно и то же. Ну, в целом, находили ли там динозавров так северно? И что вообще там было с раскопками? Спасибо. А насчет Канады я, честно говоря, таких местонахождений не помню, но это не говорит о том, что их нет, но вроде бы как, наверное, если есть, то более южные, иначе бы я об этом слышал. Я знаю, что на Аляске находили. И, собственно говоря, наши динозавры как раз и вот эти аляскинские, они спорят за звание самых северных. И вот действительно и динозавров с Аляски, и динозавров наших очень тщательно изучают и пытаются что-нибудь хорошее выяснить. Ну, вот как-то так. Добрый день, Ярослав. Ярослав, спасибо за лекцию. Хотел спросить, а Келес где-то выставлен? Потому что стегозавры вот в Красноярске в Кровеческом музее выставлен, а вот Келеска я там не видел. Честно говоря, я в этом музее ни разу не бывал, поэтому не могу вам сказать 100%, но, по-моему, он в экспозиции представлен. Но ручаться не буду, так как не проверял. Все их списки не просматривал. Не могу сказать 100%. У меня вопрос на слайде показал радиоактивные кости динозавров, но не объяснил, почему они радиоактивные. Ну, в первую очередь, это связано с тем печальным фактором, что я не знаю, как это объяснить. Могу лишь сказать одно, что мне известен факт, что, как говорится, при жизни они радиоактивными не были. И больше того, не умерли они из-за повышенной радиоактивности. Так что всякие спекуляции относительно какого-нибудь взрыва очередной, сверхновой или какого-нибудь метеорита, я думаю, что здесь проводить не стоит. То есть радиоактивность была уже посмертна. Это 100%. Но вот какой там конкретный источник радиоактивности, я вам сказать не могу. Но, видимо, где-то рядышком есть он, и, соответственно, он облучил кости динозавров. Но вот я не изучал этот вопрос настолько подробно, чтобы сказать конкретно, в каком месте надо копать, чтобы весь там иридий или что там, уран собрать. А по поводу вот так, как ты показывал в основном кости сухопутных и практически, по-моему, только сухопутных динозавров, динозавров других и не было. Морские. Вот насколько у нас разнообразны морские динозавры? Вот первое, что я хочу сказать, что динозавры морские ни разу не разнообразны, потому что морских динозавров не существует как класс. То, что живут в морях, это не динозавр по определению. Я вам показывал некоторые признаки динозавров. Вот если вот все эти признаки, хотя бы те, которые я предоставил, хотя это не все, применить к морским ящерам, то они не пройдут проверочку. У них хотя бы черепушка была другая. То есть это особая группа рептилий, которые эволюционировали совершенно отдельно. Точно так же, кстати, как и летающие. Они тоже появились до динозавров, тоже от другой немножечко группы. Хотя, на самом деле, летающие к динозаврам чуть поближе, если брать так эволюционно. Ну, к вопросу о том, какие морские ящеры, выразимся так, жили на территории нашей страны. Много какие, очень много разных ящеров находят. У нас есть, кстати, специалистов по морским ящерам у нас, пожалуй, даже побольше, чем по динозаврам. И буквально каждый год они описывают все новые и новые таксоны. У нас и ихтиозавра было довольно много, даже в Подмосковье был. И даже у нас в музее хранится один из самых полных, наверное, даже самый полный скелет подмосковного динозавра, ой, ихтиозавра, ундерозавра. Кроме того, плезиозавры для нашей были, были огромные, мазозавры, были плиозавры, тоже такие похожие на крокодилов, очень большие. В том числе, одного из них даже назвали, в честь нашей страны, его назвали плиозавр русский. Кстати, это один из самых крупных плиозавров, кто там 20 метров, ему дают, кто 25. Ну, может, кто еще побольше даст. Надо подождать. Так что были. И довольно разнообразные, иногда находят полные скелеты. Есть ли еще вопросы? Даже не знаю. Давайте начнем отсюда. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что является причиной для того, чтобы начать поиски в том или ином месте? Это все череда случайностей? Где-то копали карьер, вдруг посыпались косточки, или строили дорогу, увидели? Вот из того, что вы рассказывали. Или сейчас уже действительно есть какой-то целенаправленный поиск именно по каким-то археологическим признакам, археологическим, геологическим? То есть, например, где-то прошел ледник, и мы об этом знаем, где-то залежи глины, и мы об этом знаем, и попробуем поискать именно там где-то. По какому принципу сейчас инициируют эти поиски? Ну, я думаю, что мои коллеги, в первую очередь антропологи, поправят, что антропологические признаки ни разу не помогут найти динозавра. Я про археологические. Потому что, да, антропология немножечко другая наука, а тут нужна именно геология, в первую очередь. Ну, вообще, на самом деле, частенько это действительно случайности. Причем многие самые лучшие находки были найдены именно что случайно. Либо там школьник пошел на берегу речки покопаться, и такое бывало. Либо вот там геолог ехал, понимаете ли, грек через реку, ехал через строящуюся трассу, увидел косточки, и о-ля-ля, новое местонахождение. Но бывает, что действительно хочется найти бы еще бы чего-нибудь, а еще бы желательно какого-то определенного возраста, а вот нету. Тогда приходится искать. Но дело в том, что сейчас у нас уже, в общем-то, вся территория России довольно неплохо откортирована с точки зрения геологии, поэтому мы примерно знаем, где выходят те или иные местонахождения, те или иные слои земли, скажем так. Больше того, мы знаем, какие там выходят породы, и можем предположить, можно ли там найти динозавры или нет. Больше того, мы знаем, какие там сопутствующие окаменелости. А вот где больше всего? Исходя из этих вот данных комплексных, можно сделать предположение, что, наверное, вот в этом месте может быть динозавр, а дальше остается только приехать и проверить. А в каком больше месте? Если оно глининстое или, например, известняк там? Разная степень сохранности у разных костей, поэтому они очень по-разному, в разных местах находятся. Некоторые кости, вот у меня, к сожалению, сейчас кино не пошло, хотел показать, как глини вот там сидят, там процеживают веселые мужички, косточки динозавров. То есть именно, что юрская глина, и там находят различные кости. Иногда их находят в так называемых конкрециях. Когда они обрастают всевозможными минералами, формируются такие очаровательные шарики, раскалываешь, опа, а там черепушка. Ну, это в идеале, конечно. Обычно там ничего не бывает или какая-нибудь непонятная ерундень, но будем считать, что черепушка. Нам повезло. Потом можно, наверное, еще где-то найти. Вот видите, даже в известняках неожиданно обнаружили. Но это уже более редкий случай. Ну, скажем так, в зависимости от того, как динозавры сохранились, такие будут соответствующие окружающие их породы. Есть разные типы сохранности. Так, кто поднимал руки? С каждым разом их становится все больше, или мне кажется? Добрый день. А можете, пожалуйста, уточнить, вы сказали, что были обнаружены динозавры на реке Волга, а где конкретнее? Конкретнее, конкретнее, конкретнее. Просто река Волга немножко. Сейчас, давайте посмотрим. По-моему, там указано, чтобы я совсем что-нибудь не собрал. Около города Симбирск. Ну, по конкретнее не скажу. То есть координаты точно не назову. Хорошо, спасибо. А еще один вопрос. Когда находят косточки, их начинают соединять и примерно предполагать, как выглядел скелет, так как не все же кости находят, а там, скажем так, одну шестую часть скелета. Каким образом это вообще... Ну, то есть находят просто кости, чтобы понять, что это принадлежит, во-первых, одному скелету, и как восстановить остальные фрагменты скелета. Да, есть такая проблемка. Ну, вот насчет одной шестой. Это вы очень сильно, так сказать, порадовали палеонтологов. Я увеличила. Ну, вот, да. Потому что вы видели там фрагментики-то какие-то. Ну, позвоночек, зубик, два зубика. Это чума вообще просто. Вот. Так что очень редко находят чего-то более-менее цельное. Ну, и больше того, когда там уже там, допустим, какой-нибудь позвонок, да еще и зуб, да еще и палец, но это уже можно таксон новый описывать. Как восстанавливают? Ну, на самом деле, очень просто, путем сравнения, в первую очередь. То есть сравнивают с уже известными динозаврами, которые по более полным находкам известны. Ну, вот, смотрят, как те выглядят и теоретически предполагают, вот что у этого не так, судя по имеющимся данным. Конечно, всегда это какая-то доля домыслов, в какой-то степени больше, в какой-то меньше, но в какой-то степени она правдоподобна, потому что все они родственные. То есть какие-то там отдельные выросты или там гребешки могут не учесть, но в целом облик был примерно такой. То есть сразу понятно, это, по крайней мере, растительноядное или нет, утконосы или нет. По отдельным костям это очень часто можно определить. У меня вопрос следующего характера. Правда ли вымысел, что у некоторых динозавров обнаруживается наличие не одного мозга, а двух? Если правда, то какие функции и как они подразделяются между друг другом? Есть такое очаровательное животное, называется диплодок. Диплодок, ну, знаете, наверное, длиношей динозавр, очень известный. Так вот, этот самый длиношей динозавр, вы его скелет могли видеть в палеонтологическом музее, он там стоит. Он, чем интересен? Тем, что его название переводится как двуум. Собственно, диплодок — это двуум. Вот как раз из-за того, что предполагалось, что у него один мозг в голове, а второй классный мозг в тазу. Причем он был крепок задним умом, по всей видимости, потому что в тазу место было гораздо больше, чем в голове. Но вот недавно стали изучать, и чем дальше изучают, тем больше понимают, что вряд ли все-таки вторая вот эта часть тазу — это мозг. Дело все в том, что мы сейчас понимаем уже неплохо, что динозавры на самом деле гораздо ближе к птицам, чем к ящерицам. Ну, ящериц вообще уже далеко, но даже к крокодилам тем же. Поэтому лучше всего именно с птицами сравнивать. И вот когда птицы стали получше изучать и сравнивать, что у них там есть, оказалось, что у них в тазу иногда имеется небольшое расширение, где формируется так называемое глиальное тело, которое выделяет гликоген. То есть это часть, обеспечивающая работу спинного мозга, но не мозг. То есть там нейронов как таковых фактически нет. То есть они обеспечивают, видимо, как-то нормальное функционирование этого мозга, но никоим образом сигналы не усиливают, ни о чем он там не думает этим мозгом. Поэтому, в общем, ты можешь сказать, что это миф. Мозг у него был один, а вот это второе расширение — это уже немножечко другое. — Скажите, пожалуйста, вот как бы вы стали трактовать герб Москвы? Там тоже ведь есть интересное животное, которое убивает Святой Георгий. — Я просто опасаюсь, так сказать, чтобы из Москвы меня куда-нибудь не проводили. — Напоминаю то, что мы на территории площадки, которую нам дает правительство Москвы, по сути. — Да, да, да. — Не, ну могу сказать одно, что как бы это определенно не связано именно с динозаврами, которых находили на территории Москвы, хотя бы по тому простому факту, что, насколько мне известно, их здесь до сих пор не находили. Но это, понятное дело, опять же, связано с мифологией. Но вот откуда вообще взялся образ змея как такового, или там, не знаю, змея Горыныча и так далее. Это тоже более интересный и дискуссионный вопрос. Действительно, есть некоторые основания предполагать, что палеонтология, точнее говоря, палеонтологические объекты могли повлиять на формирование разных мифов. Вот, скажем, если вы помните мамонта, черепушечку, там вниз уходит как бы вот два бивня, а посередине отверстие дохобота большое. И вот есть предположение, что вот, глядя на мамонтов, возникли легенды о циклопах, что это большая голова, один огромный глаз, и вот две руки такие в сторону торчат. Некоторые думают, что, скажем, рога каких-нибудь шерстистых носорогов, найденные на севере, повлияли на формирование мифов о гигантских грифах. То есть думают, что это когти грифов, которые кого-нибудь утаскивают по ночам. Также, возможно, какие-то находки повлияли на формирование единорогов, там те же носороги и так далее. Ну и очень вероятно, что какие-нибудь находки тех же динозавров могли повлиять на формирование образов именно змеев, драконов и так далее. Причем, учитывая то, что в той или иной форме змеи и дракона существует в огромном количестве мифологии по всему миру, то это как бы логично предположить, что вот что-то тут явно было. Можно, конечно, предположить, что это маленькие зеленые прилетели и там всех змеев отсюда забрали, на самом деле они тут летали. Но мне как-то больше нравится версия про то, что это палеонтологические объекты повлияли на формирование мифов. Спасибо.